Привет, с вами Олег и необычно, это первое видео, которое не на улице, которое у меня дома. Это такой пилотный выпуск и в этом видео я хочу ответить на некоторые ваши вопросы. И да, так как этот выпуск у меня дома первый, пилотный, здесь очень плохой звук, потому что я записываю на микрофон камеры. Как вы видите, у меня нет петлички. То есть петличка у меня есть, там валяется, но подключить к компьютеру, подключить к специальной программе, это полный геморрой. То есть, ну в общем вот, отвечаем на ваши вопросы. Вопросы ваши у меня в телефоне, сейчас я хлебнул вкусный кофе. Один из самых популярных вопросов, почему ушел из Яндекс.Еды? Все еще я уже, я уже из Яндекса ушел, когда? В октябре, по-моему, или в сентябре даже, ну очень давно. И все еще пишут, почему ушел. Ну, причин много, ну ладно, скажу главную причину. Так сказать, не причину, а повод, из-за чего я ушел. Меня два раза кинули на 10 часов. То есть я отработал неделю, приходит расчетка за этот период, и там не хватает 10 часов. Это было таким, так сказать, катализатором, чтобы я просто плюнул и ушел. А так, ну, причин были еще многие. Да, потому что мне надоел вояж по всей Москве, то, что начинаешь здесь, а заканчиваешь неизвестно где. Один раз была такая история. В общем, я работал на Дмитровской, и заказов было просто масса. Погода была дождливая очень. Я пополняю заказ. Где-то на Дмитровской приходит новый заказ, внимание, с проспекта Мира. И при этом я еще по текущему заказу, я еще даже не пришел в ресторан. Я прихожу в ресторан, и у меня ломается мой самокат. Я пишу логистам, парни, я только пришел по предыдущему заказу, у меня ломается мой самокат, я сейчас его должен как-то отнести домой, выполнить этот заказ, а через полчаса заканчивается мой рабочий день. Они мне, я не помню, или промолчали, или пишут то, что там никого нету, поэтому нужно ехать на проспект Мира. Ладно, я беру заказ в этом ресторане, и самокат несу просто в руке. Отношу заказ заказчику, а самокат держу в руке. Потом я его отношу домой. Я работал, я не помню, или до 10, ну, по-моему, до 10 я работал, время было уже 10-15. И я такой думаю, мне сейчас нужно ехать на проспект Мира с Дмитровской, я там буду через час. А там в том заказе одна пицца, одна пицца, которая приготовлена уже час назад. Одну, минут 40 назад я уже приготовили, одну пиццу. И я только через час приеду, я говорю, парни, придумайте что-нибудь, это вообще, это не логистика, это какая-то полная хрень. Мне ничего не отвечают, но я как, окей, поехал, сел на метро, доехал, получается, до Новослободской, пересел на Кольцевую, доехал до проспекта Мира, там вышел, пошел пешком, там еще минут 20 идти было, короче говоря. Я прихожу, время уже было 11, вот точно, время уже было 11, а ресторан уже закрылся, ну, вот уже закрывался. Я говорю, здравствуйте, вот я пришел, они такие, вы что, серьезно? Пицца уже холодная. Я говорю, я знаю, что она холодная, но я не могу ничего поделать. Вот так вот мы работаем. До этого созванился с клиентом, спрашиваю, вы ждать будете, я у вас буду очень поздно, очень. Она сказала, ну, я тогда откажусь. Она, в общем, позвонила в службу поддержки, ее убедили, что будет все хорошо. Она сказала, ну, ладно, я вас жду. Я забираю пиццу, приношу ей пиццу, извиняюсь, естественно, за то, что так получилось. Я вас предупреждал, что я буду поздно, и пицца холодная. Она такая, ну, я понимаю, ладно, и дает мне чай 200 рублей. Я в шоке был. Она мне дает чай. Домой я прихожу в 12 ночи, хотя я работал до 10. Один заказ, вот этот, вот этот, вот это называется самый жесткий случай в моей доставке, сколько я работаю. Ну, конечно, не из-за этого я уволился, но таких вот, примерно таких вот случаев было немало. И это мне надоело. Ну, а причину, я сказал, просто меня два раза кинули на штукарь. Два раза. Получается, 2000. Я сказал, иди в жопу. Ребята там хорошие, никому претензий нету. Это система. Это гребанная система, которая просто всех пожирает. Рабовладельцы захватывают мир. Ладно, следующий вопрос. Фитнес-браслет юзаешь? Как видите. Как он тебе в пользовании и какую пользу приносит? Ну, описывать, что он может делать, это отдельное видео. И это прерогатива какого-нибудь, не знаю, там, Вилсакома или Айтипедия. Ну, я могу, конечно, рассказать. Но, но не в этом видео. Если вам интересно, напишите. Я скажу вам, чем он мне хорош, чем он мне помогает, а чем он бесполезен. Поехали дальше. Хорошая картинка, какая у вас камера? А камера у меня Canon G7X Mark II. Сейчас я снимаю на телефон специально для того, чтобы вам ее показать. Ну, и качество картинки вы, конечно, сразу же видите, да? Да, и вот такая у меня конструкция для того, чтобы записывать данное видео. Так вот, поехали дальше. Следующий вопрос. Какой программой монтаж делаешь? Программа называется Vegas Pro. Sony Vegas Pro. Следующий вопрос. Привет. Хотел у вас спросить, как устроиться в пешкарике гражданину Киргизии. Заранее спасибо. Вот по этой теме я хочу сказать, что вопросы, касающиеся иностранных граждан, патентов, не спрашивайте. Потому что я не знаю. Я не в курсе. Я не сталкивался. Я гражданин РФ, и с этой проблемой просто я не сталкивался, и не интересовался, и... Ну, я не знаю. Просто я не знаю. Не обижайтесь, но вот так. Следующий вопрос. Расскажи, где ты живешь. За сколько живешь? Давно ли приехал в Москву, и сколько в месяц выходит? Скажем так, живу я где-то в Москве. За сколько живешь? Живу задорого. Ну, ладно, открою секрет. Я за квартиру плачу 20 сумасшедших 20 тысяч. Давно ли приехал в Москву? Ну, в Москву приехал в 2013 году. В 2013 году я приехал летом. Попробовал тут поработать и устроиться. Что-то не понравилось. Потом уехал обратно домой. Встретил Новый год. И в 2014 году, в начале года, опять приехал в Москву. И уже с тех пор я здесь. Получается, 5 лет. Сколько в месяц выходит? Ну, сколько в месяц выходит? На этот вопрос я отвечал уже миллион раз. Дальше. Вот такой блиц, скажем, вопрос. Всегда мучают вопросы. Сколько тратишь денег на проезды? Проездной стоит 2 тысячи. Когда я приехал, он стоил 2 тысячи, по-моему. Потом стоил 2 тысячи 75. А сейчас 2 тысячи 175. Это на месяц. На все виды транспорта. Но я трачу немножко больше, потому что я езжу еще на каршеринге. На такси и нет, но на каршеринге езжу. И поэтому плюс к этому еще, ну, полторы-две тысячи еще можно прибавить. Плохая привычка. Нужно от нее избавляться. Как справляется организм от такого ритма работы? На ногах, пешком, целыми днями. Ну, пока справляется. Но, если честно, я устал. Если честно, я заколебался. Я хочу поменять работу. Но об этом как-нибудь потом. Об этом вы увидите в следующем видео. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Ладно. Дальше. Как у тебя обстоят дела с туалетом? Ведь ты постоянно на улице. Ну, как? Туалет есть везде. Туалет есть в торговых центрах. Туалет есть в ресторанах, в которых ты забираешь еду. Туалет есть в Макдаке. Везде. А ночью на улице нельзя. Нет, нельзя. Где кушаешь? Это, в принципе, это должна была быть тема для отдельного прямо видео. Давно я уже хочу ее обсудить. Но я не знаю, что здесь обсуждать. Где я кушаю? Выбор один. Или готовишь дома и берешь еду в термосе и кушаешь. Это самый, не бомж, это самый выгодный и самый полезный для организма вариант. Потому что, ну, приготовленная дома пища, она и дешевле, и полезнее. Но, как правило, лень. Лень готовить, лень накладывать в термос, лень таскать его в сумке. Поэтому чаще всего ищешь... Ну, чаще всего я прихожу обедать домой. Только никому не говорите. В обед я прихожу обедать домой, потому что работаю около дома. Но если не около дома, то... Бургер Кинг. Я очень жалею, что я там постоянно сейчас кушаю. Но это какая-то долбанная привычка. Ну, сейчас я стараюсь меньше там кушать. Да, Бургер Кинг, Макдональдс и всякие вот эти вот... Плохая привычка, но пока что было так. В теремке я кушал, когда работал на Белорусской. Там обеды были за 169. Можно найти всякие столовые при бизнес-центрах. Там обед получается рублей 200-250. Вот так вот можно покушать. Очень вкусно. Вот это, кстати, очень хороший вариант. И особо недорого. И достаточно вкусно и полезно. То есть там салат первый, второй. Все как по правилам. На Белорусской я работал, там была отличная столовая. Хорошая столовая. Ну, там еда была такая столовская. Такая простейшая. Рис с котлетой и щи просто. Ну, такое. Ну, 200 рублей. 200 рублей. Вот я каждый день там кушал. Вот это было классно. То есть, в принципе, если поискать, можно найти такие места, где можно ухватить ланч, как это принято говорить, или просто обед, комплекс, за 200-250 рублей. Можно такое найти. Просто нужно походить по кафешкам, по изначально недорогим кафешкам, и там уже по 200-300 рублей есть ланчи. Можно такое поискать. Ну, лучше брать из дома. А лучше вообще брать. А лучше вообще работать там, где есть возможность нормально питаться. Где живешь? Ну, в Москве. Как искал жилье? Об этом поговорим. Сколько тратишь денег на жилье? Сказал. Как искал жилье? Ну, как я... Ну, изначально, как я приехал, я жил у сестры в Люберцах. Потом мы решили с другом снять хату поближе к центру, где-то в Москве. Он жил у сестры, и я жил тоже у сестры. И мы такие хорош, нужно жить как-то не у сестер, короче. Вот взяли хату, двушку, вот эту. Ну, котик, он сидит. Прекрасную двухкомнатную квартиру. Прекрасную. Так. Эй, во. Прекрасную двухкомнатную квартиру сняли за 40. Он платит 20, я плачу 20. Мы в отдельных комнатах, естественно. Вот так это и произошло. Как относятся к тебе люди, когда видят тебя в форме и с рюкзаком? Ну, это нужно спросить у них, как они ко мне относятся. Я не спрашивал. Но не было такого, чтобы там смеялись, пальцем показывали. Такого. Да и мне вообще пофиг. Что они там будут думать, что они... Что они про меня думают, мне вообще плевать, если честно. Какая мне разница, это моя жизнь. Что посоветуешь новичкам, какие нюансы в работе, что делать? Советовать я ничего не буду. Я не советую, потому что советовать неблагодарное дело. Посоветую что-нибудь, потом окажется, что это дерьмовый совет, и тебе будут плевать в лицо. Нет. Я не советую. Все проходят по собственным тропам, так сказать. Набивают собственные ошибки на собственном опыте. Вот это самый лучший даже, наверное, совет. Набивайте шишки на собственном опыте, чтобы быть более опытным. И последний, наверное, не вопрос, а просто такое сообщение. Уже преодолел в отметку 3000. Молодец. Да, преодолел в отметку 3000. Уже преодолел 3333. Такая цифра была недавно, то что. Движемся дальше. Я надеюсь, вы будете оставлять... Оставляться. Я надеюсь, вы будете оставаться со мной. Обязательно пишите, на какие темы снимать видео про Москву, про жизнь в Москве. То есть, опять-таки, задавайте вопросы. Ну и еще раз хочу напомнить о моей группе ВКонтакте. Вот именно там вы можете... Вот именно там лучше всего оставлять вопросы, потому что под видеороликами я их могу не заметить, забыть. Вот все вот эти вопросы я накопал под пятью последними видеороликами. Дальше я уже лезть не стал. Поэтому лучше всего, если что-то хотите спросить, мол, а как то, а как это, а как здесь, а как там, пишите в группы. В группе. Ссылка на группы, конечно, в описании под этим видео. Пишите там. И там же предлагайте темы для этой группы, что мне постить в этой группе. Потому что он группу и создал, она как бы должна быть. А что туда размещать, я пока не знаю. Ну, самое логичное пока, что там какие-то ваши вопросы. Как здесь быть, как быть там, как... А я про кофе забыл. Остыл уже. Вот такая прикольная мне кружка. Когда-то я играл в танки. Это было плохое время. Нет, это было интересное время, но... Из-за этой игры я просто провафлил свой бизнес. Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, что вы думаете об этом в новом формате. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!